Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Признайтесь, вы часто ругаете свое здоровье. Вот знакомо вам такое состояние? Голова болит, виски, как в тисках. Под вечер шатает, все плывет перед глазами, а сердце колотится, просто выпрыгивает из груди. Ну или, например, весь день сплю на ходу. Откуда такая слабость с самого утра? Все валится из рук. А вы не задумывались над тем, что причиной частых недомоганий может быть повышенное или пониженное артериальное давление? И что проблемы с давлением давно перестали быть уделом стариков? И с каждым годом все молодеют. Между тем, патология артериального давления – это одно из самых распространенных заболеваний, про существование которого знает каждый, но правда о котором известно немногим. Кстати, народная молва сложила об артериальном давлении множество мифов, большинство из которых являются заблуждением. Вот об этих мифах мы и хотим поговорить сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии представителей городской больницы номер 8. Ирина Карачук, заведующая отделением медицинской профилактики. Здравствуйте. Здравствуйте. И Марина Алешкина, врач-терапевт отделения медицинской профилактики. Добрый день. По поводу артериального давления, наверное, на самом деле, это повод для очень частого обращения в поликлинику. Ну, вот так, если статистику посмотреть, с чем приходят люди, то… Один из первых мест занимает подъем артериального давления, когда пациент обращается к терапевту. Потому что уже есть клинические проявления, такие как головные боли, выприслили голокружение, тошнота. Но это уже когда кризовое состояние. Марина, ну а чтобы сейчас сразу всем было понятно, давайте как-то схематично представим. Вот давление, ну это что-то куда-то давит. Что это такое на самом деле? Что такое артериальное давление? Артериальное давление – это давление крови на стенку сосудов. То есть различается столическое, диастолическое давление. Ну, для пациента, конечно, значима цифра давления в основном. Вот, и клинические проявления, с чем он обращается к врачу. Ну, действительно же, до недавнего совершенно времени считалось, что это привилегия людей пожилого возраста. У меня вот бабушка все время, вот давление, давление. Я как-то представляла, что это только стариков может коснуться. Сейчас, наверное, уже это не совсем верное понятие, потому что гипертония молодеет и зачастую уже является уделом молодых. Для мужчин это может быть уже повышение давления и в 25 и 30 лет. Поэтому артериальное давление нужно уже начинать контролировать с молоду. А есть разница между мужчинами и женщинами в этом плане, да? У женщин чаще осложнение наступает 50-60 лет. То есть мужчин давление больше любят повышенное? Да. Потому что они менее стрессоустойчивы, бывает ситуация, и больше факторов риска развития гипертонической болезни. Вот надо мальчиков закалять, видимо, с детства от стрессов. Кстати говоря, видела, как занимаются в Гонконге с курсантами полицейской академии. На них страшно кричит инструктор. Он так на них кричит. И потом мы когда спрашивали, а почему, вот что это такое? Он говорит, они сразу привыкают работать в стрессовых условиях. Да, чтобы потом для них не было стрессом, да? Да. Ну, шутки шутками, конечно, но тем не менее, давайте поговорим всерьез и попробуем обсудить вот эти несколько мифов об артериальном давлении, которые существуют. Ну, наверное, самый первый миф – это то, что давление бывает почти у всех в том или ином возрасте, и что от этого не умирают, можно, в общем-то, не беспокоиться. Что скажете? Можно не беспокоиться? Конечно, нельзя. Это неблагоприятное течение для пациента, который не замечает, что у него повышается артериальное давление и продолжает дальше как бы свою работоспособность, тоже в состоянии стрессовых ситуациях, не чувствует клинических проявлений как раз, то, что головных болей нет, значит, у него все в порядке. На самом деле, то есть развивается гипертоническая болезнь, и приходит он уже со сложнениями. А в чем вообще опасность гипертонической болезни? Ну, есть она. Ну, потому что она поражает органы-мишени, такие как зрение, сердце, сосуды сердца, головного мозга, почки. То есть явления уже идут необратимые. Поэтому, то есть важно вовремя выявить повышение давления и заняться лечением адекватным. А по поводу того, что не умирают от него, действительно не умирают? Нет, конечно же. От самой артериальной гипертензии умирают редко, да? Но вот, как сказала Марина Ивановна, от осложнений ее, это на первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот сейчас прозвучал термин артериальная гипертензия. Давайте объясним, чтобы мы уже понимали тогда, какими мы манипулируем терминами здесь. Артериальная гипертензия считается повышением давления выше 139 и 89 мм тутного столба. Пациентам, впервые пришедшим и обнаружившим, что у них повышенное давление, мы рекомендуем ввести дневнички по измерению артериального давления. Когда он в спокойной обстановке дома, может утром проконтролировать, после утреннего туалета и вечером часов 9-10 вечера. Если в течение недели отмечается повышение выше 150 мм тутного столба, то стоит обращаться к врачу за помощью. И назначается уже терапия. Мы говорили о том, что в первом мифе, что давление есть у всех, можно не беспокоиться. Понятно, что беспокоиться нужно. Но бывает, наверное, когда человек не ощущает вот этих вот скачков, то есть на кого-то это, возможно, действует сильно, а на кого-то нет. Поэтому, ну, миф второй, да, условно, конечно, так. Это я не чувствую вот этих скачков, значит, у меня все в порядке. Как раз это является неблагоприятным прогнозом для пациента, так как он не обращается за помощью к врачу. В основном это работоспособное население, которому, как всегда, он занят на работе. Человеку некогда. И, в принципе, если его ничто не беспокоит, оно не придет. Конечно. События, тем не менее, уже развиваются в организме. То есть тут уже идут и осложнения, о которых мы говорили. И, то есть человек не лечится. Поэтому для него этот прогноз неблагоприятный, то, что он ощущает повышенное давление. Те, которые, конечно, ощущают, обращаются за помощью, здесь уже... А как можно его ощущать? Вообще, какие симптомы, ну, про повышенное давление мы пока говорим? При повышенном давлении отмечаются, могут быть, главные боли, головокружение, тошнота, вплоть даже до рвота, если криз такой идет. Вот. То, что оно повышено, как бы, люди, может, они связывают с этим, что на давление повышается. Ну, приеме врача, то есть нужно обращаться за помощью, вот здесь уже контролируется давление. И уже отмечается заболевание. То есть ставится диагноз, назначается лечение. Какой на вашей памяти самый ранний возраст обращения по поводу именно повышения давления? Ваш самый молодой пациент? В взрослой поликлинике с 18 лет уже обслуживается население. 24 года гипертоническая болезнь. Раньше, наверное, представить такого невозможно было. Да. 24 года обращаться с давлением. Наверное, есть смысл сейчас поговорить о том, что считать нормальным давлением, что считать повышенным. И, ну, наверняка это для кого-то так, а для кого-то иначе, да? Вот какое давление нормальное для человека? Здесь все индивидуально. Есть адаптированное и пониженное нормальное давление, с которым… Угу. Ну да, при котором человек, да, будет хорошо себя чувствовать. Хорошо себя чувствовать. Есть и термин «нормальное повышенное давление», при котором человек чувствует себя работоспособным. Это давление до 140 и 90 миллиметров тутного столба. То есть не требующее лечения, если нет поражения органов в мишени. Еще хотела бы уточнить, давление состоит из двух цифр, то есть из верхнего и нижнего. Может быть, например, что в норме верхнее, не в норме нижнее, и наоборот, что опаснее, как к этому относиться, и как вообще понять верхнее и нижнее давление, что это? Ну, то есть систолическое верхнее, мы его называем, да, и диастолическое – это нижнее. Систолическое – сюда входит понятие давления, которое создается при сокращении стеночки сосудов и сердечной мышцы. Диастолическое – когда эта стеночка расслабляется. Соответственно, вот если у нас с сосудиками все хорошо, да, у нас и давление в норме. Сокращение и расслабление сосудистой стенки происходит хорошо. Конечно, опаснее, когда между этими двумя цифрами показатель – минимальный разрыв между верхним и нижним. Соответственно, значит, у нас сосуды плохо работают, плохо сокращаются. А сколько, вот как все равно представить, какой разрыв нормальный? Это в цифрах как-то выведено? Ну, вот, как Марина Ивановна уже сказала, нормальным у нас считается 139 на 89. Это оптимальное, нормальное давление. 40 на 90? Ну, вот так вот у нас классификация международная во всех справочниках. То есть вот здесь 50 – разрыв получается, да? Вот это считать нормой? Да. Или все-таки могут быть разные варианты? Тут все индивидуально. То есть мы затрагиваем тему артериальной гипотонии, то есть понижение давления. То есть если давление ниже 90-60, тоже стоит, как бы, по обращению к специалисту. И все же индивидуально. То есть если изначально была артериальная гипотония, она может незаметно перейти в гипертонию. То есть как бы давление 130 для гипотоник уже считается повышенным. То есть, да. То есть необходимо уже его, как бы, лечить. С возрастом как-то меняется эта табличка измерения давления? Конечно, меняется. Ну, смотрите, как бы, всегда врач при постановке своего диагноза ориентируется на международную классификацию по МКБ-10, где четко описаны границы этого давления. Вот как мы говорим, именно 139 на 89 и далее 149 на 109 и так далее. То есть первая, вторая, третья степени гипертонической болезни. Но при этом все практикующие врачи, естественно, учитывают индивидуальные особенности, как Марина Ивановна уже сказала. То есть для кого-то, для гипотоника давление 139 на 89 уже будет гипертоническим кризом. Поэтому всегда диагноз устанавливается, но при этом лечится сам пациент, а не болезнь. Да, также отмечается, что если давление повышается на 10 миллиметров штутного столба, то риски развития сердечно-сосудистых осложнений на фоне гипертонической болезни увеличиваются на 30%. То есть тоже сформироваться... То есть если человек говорит, что это мое рабочее давление, несмотря на то, что у него выше, чем должно быть по норме, он просто этого не ощущает. И это, в общем-то, опять-таки очередной из мифов третий, да? То возвращаемся к мифу второму и первому, что если вы этого не ощущаете... Главная задача врача – это убедить пациента в лечении. Приверженность, чтобы сформировалась к лечению, и чтобы давление было стабильно, нормальным. Ну, для того, чтобы контролировать свое давление, понятно, что нужно иметь дома тонометр. И большинство людей, которые страдают этим, они, конечно, и его имеют. Не ставлю сейчас целью, чтобы вы нам сказали, вот именно вот такая марка нужна или такая модель. Но, тем не менее, насколько я понимаю, вот попросила вас принести разные варианты, да? Какой эффективнее все-таки дома иметь, какой достовернее? Очень любят сейчас пенсионеры. Ну, нажал на кнопочку, там все раз, показала вот грушу не используют. Ну, удобно. Не используют. А вы, тем не менее, на приеме используете вот так? На приеме, да. Давайте покажем, да, какой используют на приеме. Я на своем приеме использую механический, да. Механический. Да. Так, почему именно его используете? Вы можете объяснить? Или просто потому что? Просто потому что? Ну, здесь просто уже исключаются какие-то дисбалансы на автоматику и только на умение врача определять правильность давления. Марина, наверное, нужно соблюдать какие-то элементарные, иметь знания для того, чтобы правильно измерить, да? Какие именно? Что, как правильно это делать? Давление измеряется в покое, обязательно на голое плечо. То есть, на ткань накладывается манжета. Вот если человек крупный, подбирается специализированная манжета, более объемная. То есть, ниже, выше на 2,5 сантиметра от локтевой ямки. Рука в каком положении должна находиться? Спокойно лежа без усилия, то есть в расслабленном состоянии. Здесь, конечно, стол пациента, обычно врача, на его отсутствие воспользуемся. То есть, сесть перед столом, условно говоря, спокойно положить руку. Ну, в принципе, сейчас узнаем все про вас, Ирина Сергеевна. Ну, что, с Ирина Сергеевна давление 120 на 80 сантиметров. Насколько я понимаю, это вот идеальный вариант, да? Да, для меня это хорошее давление. Ну, а вот, кстати говоря, есть такое понятие, как гипертензия белых халатов. Вот, опять-таки, могу свою маму привести в пример. Когда она приходит к доктору, у нее срабатывает какой-то эффект, не знаю, страха. И давление доктор обязательно ей намерит выше, чем обычное. Что это такое? Ну, волнение, в принципе, ожидаемый был эффект, что и у меня оно могло повыситься. Это женская реакция, то есть любая там стрессовая ситуация, то есть у женщин... Выброс гормонов. В этих случаях можно отправить пациентку немножко погулять, расслабиться. Да, обычно мы повторное измерение проводим, через 10-15 минут, да, даже давление стабильнее. Так, а второй вариант автоматический, да? Второй полуавтомат. Полуавтомат, да. То есть когда здесь все-таки придется поработать, но вот... В чем разница? Вот эта вот штучка от фонендоскопа, она уже встроена вот в манжетку, то есть остается только правильно ее наложить. Не надо держать, удобно, все. Вот сюда накладывается и то же самое прослушивается. Автомат это совершенно, когда не нужны фонендоскопы, просто нажал кнопочку, и автомат выдал сразу и пульс, и давление, нарушение ритма. Конечно, для пенсионеров и не медиков это удобно. Ну, разницы нет, в принципе. Вы бы что-то вот одно не могли сказать, что вот этот лучше или тот? Нет. Сейчас современные препараты настолько четкие в своей механике, что... Ну, тогда, конечно, автомат в любом случае удобнее. Следующий миф, четвертый, по поводу артериального давления, о том, что это непременно наследственное заболевание, что если у кого-то из... Вот, кстати говоря, мама сегодня просто добрым словом поминаем, дай бог здоровья, да. У нее гипертония. Следует ли мне опасаться того, что меня настигнет неизбежно эта болезнь? Ну, наследуется не столько гипертония или гипотония, сколько повышенное давление. Это как фактор риска развития сердечно-сосудистого заболевания. Конечно, многими исследованиями подтверждено, что если у родителей, у мамы, у папы имеются сердечно-сосудистые заболевания, то риск развития у детей повышается. Если, например, у обоих родителей будет, то это 57% развития, риск развития сердечно-сосудистого заболевания. Если кто-то один, то это уже около 30%. Но, опять же, стоит заметить, что это только риск, один из факторов риска развития сердечно-сосудистого заболевания, наследственность. Помимо этого, у нас еще есть, существуют многие факторы риска, приводящие к развитию артериальной гипертензии. Это и алкоголь, и курение, и неправильное, нерациональное питание, избыточная масса тела. Гиподинамия, да. И поэтому, если мы исключим, постараемся исключить такие факторы из своей жизни, то и гипертония может обойти нас стороной. Одним словом, если есть у кого-то в роду, то все-таки лучше поберечься, скажем так, да, и предпринять заранее меры. Когда собираются пенсионеры, люди с артериальным давлением повышенным чаще всего, они начинают, конечно же, обсуждать, какие препараты кто из них применяет. И я лично слышала такой вариант, что если менять их, то есть, что существует привыкание на определенный препарат, и что нужно непременно менять препараты от давления почаще. И это очередной миф, который мы сегодня обсуждаем, насколько он соответствует истине. Опять же, это заблуждение, и не только у пенсионеров. Потому что, если вы с врачом адекватно подобрали терапию, если давление стабильное на фоне проводимого лечения, и нет побочных эффектов от этих препаратов, смысла менять терапию я не вижу со своей стороны. Если же пациент что-то чувствует не так, то есть, отмечается криза на фоне лечения, то есть, повышается давление на фоне лечения, какие-то нежелательные побочные эффекты, то есть, подбирается терапия индивидуально с каждым пациентом. Терапия, это как бы, нужно набраться терпения, она пожизненная, вот, и отменять самостоятельно или менять препараты без назначения врача нежелательно. А вот вы уже практически ответили на мой следующий вопрос, но тем не менее, ну, казалось бы, вот, у меня гипертония, у соседки гипертония. Ну, для чего нужно идти в больницу, там, тратить какое-то время, консультироваться с врачом, если можно, в принципе, быстренько переписать назначение соседки, то есть, спросить совета у гипертоника со стажем, и купить себе то же самое, и начать принимать эти препараты. Логично? Логика, конечно, есть, но, опять же, препаратов, понижающих давление, несколько групп существует. Больше шести. Больше шести. И поэтому терапия артериальной гипертензии должна подбираться индивидуально. Кому-то подойдет один препарат, кому-то другой. И, как правило, терапия, Марина Ивановна, как практикующий врач, не даст соврать, подбирает сначала один-два препарата, которые должны подходить друг к другу. И в дальнейшем просто препараты могут присоединяться. И все это настолько индивидуально, что руководствоваться советами соседей, или даже пусть мамы, у которой была гипертония есть, не стоит. Лучше обратиться к врачу, лучше посоветоваться лишний раз с врачом, сказать, что какие-то нежелательные побочные эффекты есть, или давление, опять же, подскочило или слишком упало. И чтобы это было под контролем врача. Как часто меняется рынок вот этих препаратов? Я знаю, что некоторые принимают сегодня таблетки, которые пили еще их бабушки-пробабушки, а кто-то самые современные, появившиеся недавно. Очень удобно. Сейчас вышло много комбинированных препаратов, которые требуют приема только один раз, однократно в день. То, что очень удобно. Это все опять же, то есть смотрим на пациента, на его приверженность к лечению. Кому-то нравятся 5-2-3 раза препараты, в день и мерят давление часто. А кого-то устраивает однократно комбинированный препарат. И то есть давление держится стабильно. Тогда еще один вопрос, и опять-таки еще один миф. Седьмой уже, если я не сбилась со счета. Многие пьют таблетки от давления, вот так говорю народным языком, чтобы всем было понятно, только тогда, когда это давление сильно повышается. Если все с ним нормально, то, собственно, зачем пить таблетки? Я своим пациентам в практике всегда говорю, у вас два варианта. Либо вы лечитесь, то есть соблюдаете назначение врача, либо вы не лечитесь. То есть не ждете, когда у вас там повысится давление, и принимается только при кризе препарат. Потому что так вы еще хуже. Усугубляете течение гипертонической болезни. То есть при каждом кризе идут уже изменения в органах, в мишенях, как мы говорили. И смысл терапии, то есть как бы то, чтобы предотвратить уже осложнение гипертонической болезни, то есть такого нет. То есть лучше выбирать дорогу вместе с пациентом на лечение, на постоянное лечение, чтобы предотвратить не только гипертонические кризы, но как раз и другие осложнения гипертонической болезни. Здесь еще, знаете, наверное, опасения есть такие, что если пить, принимать постоянно таблетки, то это неизбежно будет оказывать влияние на какие-то другие органы негативные. И вот регулярно-то пить, наверное, и не хочется. В данном варианте, наверное, стоит объяснять пациентам, что польза от регулярного приема гипотензивных препаратов будет превышать какие-то незначительные, нежелательные, побочные эффекты препаратов со стороны других органов. Потому что контролируя свое артериальное давление, поддерживая его на стабильном именно уровне, а не в кризовых состояниях, да, тем самым мы защищаем очень многие органы и системы от осложнений. Я объясняю пациентам, что вы лечите не только гипертонии, но также и сердце, и сосуды почечные, и головного мозга. То есть идет лечение именно, что... Ну, действительно, что несмотря на то, что гипертония не лечится, с ней можно достаточно комфортно жить, совсем не обязательно испытывать каждый день какие-то мучения. Абсолютно верно. Конечно. Мы сейчас говорили про повышение артериального давления, про гипертонию, но есть и второй вариант – пониженное артериальное давление. Вот если оно понижено всегда, можно ли о нем забыть? И опять-таки миф по поводу того, что от этого уж точно не умирают. Все это может быть хорошо до поры до времени, потому что зачастую гипотония со временем перерождается в гипертонию. И поэтому контроль артериального давления здесь все-таки обязателен. Причем есть такие особенности, что гипотоники повышение давления даже незначительно переносят значительно хуже, чем гипертоники. Поэтому контроль артериального давления при гипотонии также обязателен. Моя знакомая живет все время с давлением, в лучшем случае 110 на 70 у нее, как обычно 100 на 60. Она не обращается к врачу, насколько мне известно. Считается адаптированным нормальным для нее давлением, при котором она чувствует себя удовлетворительно. Обращаться к врачу в профилактических целях можно, то есть обследовать зрение нужно необходимо, то есть сосуды глазного дна проверять, кардиограмму, электрокардиограмму пройти. Так минимальное обследование все равно раз в год я рекомендую. То есть поводов для паники каких-то особых нет, но забывать об этом совсем. Для профилактики, да, лучше проходить ежегодное обследование. Такие обследования проводятся на предприятиях для работающего населения, где как раз выявляются какие-то отклонения. Ну и, кстати говоря, не очень давно мы говорили про диспансеризацию. Я думаю, это и ваша в том числе тема, да, для вашего отделения, курс-скорого отделения профилактики. Можно такое обследование проходить и у вас, да? Конечно, да. На базе нашего отделения, отделения медицинской профилактики, проводятся диспансеризации и профилактические осмотры взрослого населения, когда любой человек, независимо от возраста, от 21 года до 99 лет, может прийти и пройти обследование. И как раз в этот спектр обследования входит необходимый минимум, который направлен на выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Как говорит Марина Ивановна, и внутриголосное давление померить, и просто артериальное давление. Кроме пользы никакого вреда одним словом, да? Конечно. Еще один вопрос по поводу, опять-таки, гипотоников. Говорят, что они все сони и сладкоежки. Это чем-то можно объяснить, с чего это вдруг такое? Ну, наверное, это будет один из мифов, который можно подтвердить и сказать, что это на самом деле так. А то есть один соник у нас подтвердился сегодня. Да, можно, потому что с чем это связано? С тем, что при гипотонии, при пониженном давлении, кровоснабжение органов все-таки замедляется, и насыщение кислородом кровью также. Поэтому такие люди любят и поспать подольше, то есть процессы восстановления у них более медленные, так же, как и процессы пробуждения. Ну и доставка глюкозы к необходимым органам жизненно важным в виде сладкого – также необходимая для них вещь. И еще один, опять-таки, из мифов по поводу гипотоников. Нужно ли быть осторожнее с физической активностью при пониженном давлении? Физическая активность должна присутствовать у каждого в умеренных, конечно, количествах. Гипотоникам тоже рекомендуется, но не такие выраженные физические нагрузки, которые усугубляли бы их самочувствие. И еще, может быть, все-таки есть какие-то советы, что можно совершенно точно предпринимать любому и каждому для того, чтобы застраховать себя от каких-либо скачков вверх или вниз артериального давления? Во-первых, это соблюдение режима дня правильное, то есть полноценный восьмичасовой сон. По возможности избегать, конечно, сложно стрессовых ситуаций, потому что мы живем в постоянном стрессе. Эмоциональных перегрузок, соответственно, гипотинамия, то есть все равно физическая активность должна присутствовать, это и ходьба, то есть течение часа каждый день, каждый должен, чтобы избегать лишний вес, чтобы не было ожирения. Рациональное питание. А алкоголь и курение. Да, это тоже фактор риска по возможности убирать. Если вести образ жизни таким образом, следить за своим давлением и профилактически проходить медосмотр, можно найти спонсоризацию той же, то есть проверять, следить за своим здоровьем, можно избегать этого заболевания. На самом деле ничего сложного, желание только единственное за здоровье. Спасибо большое вам за консультацию. Несмотря на то, что проблема артериального давления очень широка, у нас есть чем себя защитить. Сложность заключается лишь в том, что не все готовы пойти на уступки своему же здоровью. Вот наши гости сегодня предлагают всем, у кого есть проблемы с давлением, такой жизненный лозунг, это слова великого врача Авиценны, настроит и я, и болезнь. На чью сторону ты встанешь, тот и победит. До свидания, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин